Героям документального кино отношусь я положительно, положительно, если они хорошо показаны, без лакировки, а такие как есть, настоящие рабочие люди или может быть и нерабочие. Мы все дома окрестные проехали, во все квартиры рвали. А здесь где у вас домофон? С той стороны дома. Это же двор. Эх, вы. Ну да ладно, заходите, как и будет. Спасибо. Я закрываю экспозицию. Это моя жена. Ее зовут Надя. Вот. Почему спасительница? Нет, почему спасительница? Действительно, почему спасительница? А почему? Потому что сегодня уже я думаю, что такое? Не хочу сниматься. И она мне уговорила. Я говорю, рыбачечка, ничего, так что можно и сняться. Это все происходило с Булатом Шаловичем Куджимовым. Слава, в чем будем сниматься? У меня ведь вообще ничего нету. Ты смотри, вот клетка такая, в клеточку такая, в клеточку такая. Ну вот эту. И вот в этой рубашечке, в клеточку, он у меня снимался дважды. Значит, в моих современниках и потом еще где-то. И я всякий раз, я говорю, Оля, надо найти ту рубашку, в какой Булат был. Вот тогда. И так, знаешь, находили. Потому я не оригинальный. Яванов повстречался с надеждой, приятная встреча. Она проживает все так же, то я был далече. Все тоже на ней из поплина, счастливое платье. Все так же горящий ее взор. Устремленные века, ты наша сестра. Мы твои молчаливые братья. И трудно поверить, что жизнь короткая. Булат еще не любил сниматься. Он говорит, знаете что, не люблю этих документалистов. Не люблю я документалистов. Не хочу я сниматься. Он его уговаривает, уговаривает. Галина Евгеньевна, Шанская, по-моему, тоже уговаривает. Ничего как не получается. Он говорит, нет. Единственный документалист. Тут фамилии, я его не знаю. Видела я фильм такой, Гончары. Вот я у него бы снялся, а у вас нет. А Слава говорит, так это мой фильм. И с тех пор они подружились. Как-то затащили меня Марвен Куцеев, Венгеров. Булат, будь с нами Булат. Едем на дачу к этому Гришу Ворону. Там дача, и там мы посидим. Он нам попоет. Он нам попоет, самое главное. И я думаю, какое счастье, впервые услышу я Булата. Потому что я уже знал и про фортовые ленточки носить, и прочее, и прочее. И я думаю, я сейчас Булату сыграю все-таки. Что я покажу, что я знаю его, знаю его в песне. Взял гитару, значит, и он сыграл вот так вот. Вот это. И так далее. Было так модно. Ну, кто-то, Марвен говорит, была спой, опять я сакомпонирую тебя. Он говорит, нет. Это, говорит, для меня очень сложно. Тут какие-то такие септаккорды идут, да. Эту песню Булата я услышал в 62-м, на берегу Ледовитого океана. Я снимал тогда свой дипломный фильм о золотых приисках. Как выяснилось позднее, в Москве мы оба были влюблены в одну девушку. Звали ее Лариса Лужина. Хоть она прокатана, взята, пускай потешится. Уже тогда наши вкусы совпали, что приятно. Я очень горд своим поколением, которое выросло. И лучшее время, при всем при том, я считаю, все-таки время Хрущева. Это вот была какая-то странная такая возможность выражению. Милый ты, с какого года, из какого парохода, Ни ответа, ни привета, а на речке тает лед, да. Лед, эх, лед идет, ладогой плывет. Лед, эх, лед идет, ладогой плывет. Вот я кинооператор. Я кончал операторский в Куте. Но в результате из нашего выпуска оказалось очень много способных документалистов-режиссеров. Альгис Ведугерис, создавший это документальное кино Киргизии. Рима Кармен, Эдик Тимлин. Были прекрасные сценаристы. Кучковались режиссеры. Совсем другие. И в этой компании были Андрон, который пришел во ВГИ как Пьер Безухов. Он был толстый почему-то. Да, в очочках у этих. Генка Шпаликов, который был очень остроумным. Он пришедший из Суворовского училища. И когда он с тобой разговаривал, он как перед начальником стоял и руки по швам. Лариса Шипитька красавица. И никто из них, не Вася Шукшин. Никто они не знали, кем они будут в результате. Новое кино витало в воздухе. В башке только заждалась вот эта, вся эта идея. Мы были вот этими маленькими иероглифами, из которых сложилось потом это прекрасное советское кино 60-х годов. Лучше его нету. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, Какое бы новое сражение не покачнуло в шар земной, Я все равно паду на той, на той единственной гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Я все равно паду на той, на той единственной гражданской. Ах, Булат мой Булат, ты моя религия. Владислав Борисович, а вот политические моменты, Вас тогда не будет синтересовали в документалисте? Честно, нет. Это было связано с тем же Булатом, скажем, да? Или вот я снимаю моих современников, и эта ситуация тогда была уже напряженная. Любимов уехал, Таганка бурлит. Директор театра Дупак, Который мне обратился с тем, что мне нужна аудитория, В которой я сниму Булата Куджао, Как-то, может, он был и прав. Он отказался, хотя театр был свободен. С тем, чтобы там собрать людей, да, для концерта. И тогда оказался свободным политехнически. Именно святое намоленное место, В котором это все и должно происходить было. И как по свистку, по команде, Собралась пол Москвы. Чуть ли не иконная милиция там была. Пропускали туда все. Битком же забили. И Булат, значит, вот выступал там Булат. После этого я приехал сюда, И уже какие-то странные слухи на студии, Так, эти стараются, значит, как-то узнать, поразведать. Но потом кто-то мне выясняет, Знаешь, того вот интересуются здесь из Большого дома, Что ты там наснимал диссидентов. В ту пору же это модно было. Вот это 84-й год еще. И я уже понял, что надо, надо, Прятать материал. Когда прием дирешки час, Не нас калач ржаной пали, И рай настанет не для нас, Зато Афелия всех нас поняли. Пока же не грянула пора, Надо оставаться понемногу, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, ей-богу. Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, ей-богу. Я снимал картину о Пушкине, И, конечно, без Арбата, А значит, и без Булата, Фильм для меня не существовал. И Булат просто трогательно говорил, шутя. Ты понимаешь, Слава, какая штука? Вот мы на Арбате, он жил в 53-м доме, а я в 47-м. И представляешь, мы ни разу не встречались. Какая-то дура в телевидении нашей, на шабаловке. Говорит, что это за ерунду, говорит ваш Агуджава. Так специально, Агуджава, да. Как это можно? И уж начальник там, который был, сказал, молчит. Агуджава В те времена Пушкин был единственной нашей верой, почти религией. 10 февраля на мойку 12 шли, как на собрание тайного общества. Тут все были свои. С кинорежиссером Марленом Хуцеевым мы увидели здесь. Поговаривали, что он хочет снимать фильм о Пушкине. Уже слышались недоверчивые голоса. Как это Пушкин? Кто его сыграет? Видимо, и Марлену что-то оставалось неясно. Вот я раза 4 или 5 я приступал к Пушкину. И всякий раз я эту дистанцию не проходил. Фильмы все есть, все они существуют. И 10 февраля незадолго, за 3 часов по полудню, это первое было. И Марлену Хуцееву она очень понравилась. Тогда он говорит, слава, это же стихи. Я радовался. Пушкин нанимал вот от ворот до ворот. Да? Это наем был. Это не собственность. Собственность. И там был каретный. Там был. Каретный. Да? Сейчас там библиотека прекрасная. И вот теперь это все его. А его нет. И ему это не нужно. Вот вся какая история. Ну, это прекрасно. Это Питай отвоевала. Вот это все красивое ленинградское пространство. Вот здесь совершенно рядом, и там служит наш товарищ, знакомый, очень хороший священник. Теперь это действительно Пушкинская церковь. А было советское учреждение. И там был, значит, висел портрет Ленина, а рядом были ангелы с двух сторон. Знаешь, так ангелы. Да. И вообще это был кавка абсолютный, потому что стояли в церкви столы, столы, столы. И я зашел в тот момент, когда там у них был обеденный перерыв. И они за столами что-то жевали, стоя, знаешь, какие-то свои домашние заготовки, бутерброды. Ну, абсолютный кавка. И там Ленин, и эти святые. Это была церковь, которую отпевали Пушкин. Потом там было отделение милиции, отправляли, значит, на 10, на 15 лет, в общем, вот, людей. Все там было. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, ну вот что интересно. Внимание! Все, тихо! На край, на край. Вот так, вот так. Так, внимание! Приготовились! Так, фотографирую. Отлично! Площадь декабристов 150 лет спустя. Как эта площадь называлась раньше? Раньше? Сенатская. Вот как называлась эта площадь раньше? Я не знаю. Ну, сутки. А что вы знаете о декабристах? Когда было восстание декабристов? Ну, давай. Ну, давай, ты же раньше школу кончилась, вспоминай. 1800. Они так молоды, что даже блокада Ленинграда для них давняя история. Вы можете назвать фамилии пяти повешенных декабристов? Я их даже по именам не знаю. Я только думаю, что они были, конечно, отчаянные люди вообще были. Вообще, из декабристов Рылеев, Пестоль там. Какого, кроме Рылеева и Пестоля, вы знаете? Кто же там был? Муравьев Апостол был, да? Только Сережа. Я все забыл. Это историческая площадь. Здесь было восстание декабристов. В каком году? В 1825-м. Пулат открыл мне Пушкина, а потом и декабриста. Он мне сказал, Слава, иди не в публичку, а в архив и попроси там том следственных дел. И вот на этом ватмане, который сложен был пополам, на одной половинке были вопросы, а на второй половинке писарь записывал ответ. И самое-то главное, в титульном листе, значит, кто брал? И там всегда же пишут, брал, если какой-то документ для чтения. Тынянов, а до того Лев Николаевич Толстой. Потом еще кто-то. Булат. И я подписывал. Когда я снимал Натана Эдельмана, он только что написал «Апостола Сергея» в этой декабристой картине. И он читал главы из этого. А Мотыль снимал звезду пленительного счастья. И около Петропавловки они выстроили виселицу. Настолько натурально, и все так это выглядело, что вот завтра будет казнь. И вот это все совпало. Мало того еще, там было потрясающее состояние в природе, там вдруг случилась радуга. Стоп! Нято? Нято, да? Нято. В квартире на Мойке я собрал потомкова декабриста. Кто здесь в Ленинграде живет? А чтобы собрать, надо было обратиться в бюро, которое, ну, адресный стол, назовем его так. И оттуда мы получили очень любопытный документ. Там столько Муравьевых апостолов, столько там, да, Поприщинах, столько этих, столько, да, Луниных, столько. Вот. А гражданин Пестель в городе Ленинграде не прописан. Просто так. Вот. Тоже деталь. Я там, скажем, беру Петербургские ведомости, газету, подлинник, и я вижу след от стакана с чаем на ней. То есть вот это описание, что происходило на Сенатской площади, значит, оно читал человек утром за чаем, да. Так вот, эти маленькие детальки и эти газеты, они как-то очень приближают людей сегодняшних, они... Натана Дельман все время говорит, все время хвостик будет от истории выскочить где-то. В этом доме я не был 70 лет. Мы с ним почти ровесники. Ему 84 года, мне 82. Здесь жил мой дед, которого все в домашней боялись. Михаил Михайлович Лихачев. Видите, какие ставни и рамы, да, фигурные. И мы как раз оказались в кабинете его деда. Мы нашли это место. И он всякий раз, когда конец был учебного года, и он являлся к деду, дед всегда... И он ему давал серебряный рубль, я не знаю, что там, за хорошую учебу. А я смотрел на потолок, потому что на потолке уже была трещина. Я боялся, как бы потолок не упал и не завалил дедушку. Учаясь на втором курсе в ГИКа, я вдруг однажды в вечерке прочитал маленькую, но это я не знаю, там вот завернули там хлеб или что-то, и клочок. Я вижу, значит, какая-то экспедиция библиотеки Ленина была в доме Ломакиных моего прадеда. И, значит, обнаружили редчайшие рукописные книги, там, чуть ли не «Времени апостола». Это я читаю, балбес в общежитии, значит, в ГИКа, в вечерке, и я понимаю, что это мой дом. Тот жил и умер, та жила и умерла, и эти жили и умерли. К одной могиле другая плотно прилегла. Представляешь, вот сколько силы, да? Это же одно вот такое дуновение, как будто вот раз, и как же так уронить такую массу? Природу, видишь, сама себя может уничтожать не хуже человека. Видишь, и черника там будет расти. Удивительно, как быстро проходит время. Стирается многое. Остается главным образом детство. И детство – это как воспоминание, как о каком-то рае. Я помню, что мы очень с семьей любили прогулки. И вот в тех местах, где сейчас лежат мои родители, брат, дочка, где кладбище, там мы собирали чернику перед Первой мировой войной. И это было как будто совсем недавно. И было такое счастливое время. Мы ходили гулять на Щучье озеро, и в этих местах как раз собирали чернику. Сейчас смотришь так в фотографии. И отец, и мать были очень красивые. Но были вместе с тем домашние. Для них счастье было. Это дом. Главным образом – дом. Ну вот теперь мне хочется сделать картину. И я не знаю, сделаю я ее или нет. О своем доме, о доме своего деда, прадеда, ломакина, священника, где в 60 километрах от меня хохлома. Я, проучившись в институте, прожив в молодости, я не знал, что это рядом. Все это красота русская тут. Что кладбище, которое рядом с домом, где похоронены и священник, мой прадед, и другие родственники. Громадная семья была, 13 человек там было. Итак, мой прадед, священнослужитель Иван Петрович Ломакин, в первом ряду в центре, Нижний Новгород, 1901 год. А это моя внучка Даша, которую мы крестили в 1990 году. И дабы им власть жизни вечной, и даже отпавшей грехом непрезревой, но устоявого человечением Христа, твоего спасения, мира, сам и создание твоей сии избавят работы. С них я и начну свой фильм, хотя он, в общем-то, совсем о других людях, с которыми и меня, и деда моего, и мою внучку объединяет общий исток Отечества. Благословен Бог всем человеком, хотя и спастись, и в познании истины прийти на ней присно и во веки веков. Аминь Господу, помолимся, Господи, помилуй. С тоской щемящей, болью и волненьем. Я мыслями тянусь к прошедшим дням и всем столь быстро прожитым годам, которые не вычеркнуть забвенья. Когда я поехал в 90-м году для съемки «Русского дома», это было смутное время. Конечно, жалко. Жалко, что так поздно в моей жизни открылись эти вечные города – Флоренция, Рим. И уж совсем страшно вымолвить Париж. Флоренция И это все будет наша красота. Ненаглядная. А ты-то чего? Про меня снимают. Реклама. Какая реклама? Реклама на культуре нету. Правда же? Ну, почему же? Кира, ты представляешь, вот так вот. Пройти не дадут к сыну. Здорово. Здорово. Привет. Вчера Сашка. Слышь, какой у нас мальчик красивый. Желтым, великий писатель, Лев Николаевич Толстой. Мяса и рыбы не кушал, ходил по имению посоль. Он очень удачно женился в деревне наследной своей. Впоследствии мир удивился, узнав, что краски в крови. Должен вам сказать, что эту баню построил я лично сам. Я однажды был в Хамовниках давно, когда вот снимал Льва Николаевича. И в его усадьбе там, среди этих многочисленных комнаток, келей каких-то так, вроде какая-то экспозиция сделана, и стоят башмаки. Лев Николаевич же занимался с корняческим таким, не только, но он шил обувь. И стоят башмаки, и подпись «Штиблеты для Фета». Просто строчка из булаза Акуджева, да? И увидел он «Штиблеты для Фета». Да. То есть это было подарено. Фет в ответ на подарок Льва Николаевича ему написал. «Дорогой Лев Николаевич, ваши туфли, я, так сказать, как бы, ну, я передаю ей недословно, но я считаю это одним из лучших ваших произведений. И поставил на полку рядом с вашим собранием. Но я считаю это лучшее ваше произведение. Так что вот среди кино, которое я снял, вот это, это я считаю лучшее мое произведение. В Толстом, в фильме нашем жил-был великий писатель, Лев Николаевич, он вообще не, как ты помнишь, он не любил сниматься, а в архивах оказалось полтора тысячи фотокарточек. А, ну это то, это самое, это же, господи, жена же пишет. Да-да-да, да-да, не любил. София Андреевна. Да. Не любил сниматься. Так не мал, много времени отвлекал от занятий. Было ему неприятно. Тем не менее, он все-таки соглашался на уговоры, не желая отказом своим огорчить человека. Вчера делали с Сережей опыта с фотографией, которую я купила. Буду заниматься, снимать виды. И семью нашу. Ведь Софья Андреевна занималась фотографией? Да, занималась. А где у вас вот все эти причиндалы? Как где? В тумбочке. Как в тумбочке? Достали из прошлого века бутылки, упакованные проявитель кодек. Мать честная, почему не в экспозиции, а в тумбочке? Ну, вот как-то так. У нее под лестницей была лаборатория своя. Ну, Соня-то была моложе. Ему было 35, я ей 18. Они поженились когда. И она стала его все время снимать. Каждый год, 9 сентября, значит, она, у них-то какой-то был день. Свадьба, я не знаю, чего-то такого. И они отмечали, значит, фотографирование. Но уже на последних видно, он на нее смотреть не может. Он уже смотрит в сторону стерва. Как-то мне надоело, да? 48 лет прожила я с Львом Николаевичем. А так и не узнала, что он был за человек. Вот так вот. Эй! Публика! Остыла! Присаживайся, сынок. Я работала корреспондентом новостей Ленинградского телевидения. Он на Ленинградском телевидении работал в телефильме. И наша редакция новостейная, она находилась рядом с монтажными. Как раз. И Слава любила к нам заходить. У нас были разные семьи. Так случилось, что у Кирины мамы умерла, а у меня умер мой муж. И мы поженились со Славой уже поздно. Мне было 40 лет, когда я вышла замуж за Ленинградов. Ему было на 5 лет больше. И в 43 года я родила своего мальчика Сашу. Кирилл, он кинооператор. Он работает сейчас на канале 100. Вчера мы с Сашей разговаривали по скайпу. Санька. Ну и видок у тебя. Что это у тебя такие усы, как у Сальвадора Дали? А? Саня. 90% времени на скайпе люди говорят «Алло, меня слышно? Меня слышно или нет?» Это так. Ну так что вы запустили-то? Да, мы еще пока ничего не запустили. Я ищу сценариста сейчас талантливого и аниматора, потому что одному это делать крайне сложно. Ну, в принципе, надеюсь, что сейчас еще не поздно будет нам как-нибудь с тобой сесть. И, может быть, я бы перенял у тебя какие-то твои знания. Я прекрасно тебя понимаю, но я никак не могу войти в эту реку, которую сейчас я традиционный человек и, видно, старомодный. Мне бы хотелось почерпнуть, скорее, какую-то именно философию от тебя, нежели чем технику. Вы все эстрадные мастера, матерые эстрадники. Вы ужасное слово эстрадники. Эстрадник ужасный. Замечательный. Почему не говорят о переточнике, оперник, драматичник? Почему это эстрадник? Что это? Замечательное слово. Нет, это отвратительное слово. Ударник – хорошее слово, а эстрадник? А эстрадник плохой? Да, да, да. Правильно. Артист эстрадник. Это другое слово. Что происходит? Скандал, обычный скандал эстрадник. Эстрадник. Предтверие драки. О! Кто-то меня научил, то ли Герц Франк, то ли кто-то мне сказал, вот, ты знаешь, сделай себе такой градусник. 60 градусов, можешь нажать, но можешь не нажимать. 70, обязательно нажимай. Но чувствовать надо только спиной. А спиной почувствуешь только тогда, когда вот герой говорит, какая-то лабуда, и вдруг что-то пошло. И в этот момент у тебя сзади, между лопатками, начинает такой маленький ток ходить. И ты уже понимаешь, что это уже на экране. Кто-то песню вдали, не допев, оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы. Не заметили мы, как дорога крута, как гора высоко. Всю жизнь на коленках перед героем, потому что ты боишься нарушить комфорт его жизни. У меня нет героев-врагов. Это мои друзья. Кто-то песню вдали, не допев, оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы. Не заметили мы, как дорога крута, как гора высока, высока. А уже морщинки застыли у рта, Легкий нюй коснулся песка. Легкий нюй коснулся песка. КОНЕЦ